Всемирный экономический форум в Давосе Всемирный экономический форум в Давосе 3.45 РИА Новости Пресс-служба президента Украины Эмблема Всемирного экономического форума в Давосе РИА Новости Пресс-служба президента Украины Всемирный экономический форум в Давосе ВЭФ World Economic Forum Международная организация государственно-частного сотрудничества История ВЭФ начинается в январе 1971 года Когда профессор Женевского университета Клаус Шваб Впервые собрал в Швейцарии ведущих бизнесменов и политиков С целью обсудить перспективы развития европейского бизнеса на мировом рынке Первоначально такие ежегодные встречи носили название Европейский форум менеджмента А круг участников форума ограничивался западноевропейцами С годами тематика постепенно расширялась Включались политические и экономические вопросы Последствия научно-технического прогресса Проблемы задолженности развивающихся стран В январе 1974 года в Давос впервые были приглашены политические лидеры В 1976 году форум впервые ввел систему постоянного членства В 1987 году встречи получили название Всемирный экономический форум с целью отразить его возросшее общемировое значение В настоящее время членами форума являются около 1000 крупных компаний и организаций Основатель и бессменный руководитель форума Профессор Женевского университета Клауса Жваб Штаб-квартира организации находится в Женеве Главным мероприятием в ВФ являются ежегодные встречи, которые проводятся традиционно на всемирно известном горнолыжном курорте Давос в конце января-начале февраля, за исключением сессии в Нью-Йорке в 2002 году, проведенной в знак солидарности с США после терактов 11 сентября 2001 года, на которых члены ВФ обсуждают ключевые проблемы мировой экономики На эти встречи приглашаются ведущие государственные и политические деятели, представители научных, деловых кругов различных стран и международных организаций В рамках ВФ проводятся мини-встречи в верхах с участием государственных деятелей, а также семинары, предназначенные в основном для контактов деловых кругов с официальными делегациями и отдельными политическими деятелями Высокий рейтинг ВФ побуждает его организаторов из года в год ужесточать критерии отбора приглашаемых, что придает встречам в Давосе отчетливый элитарный характер С 1994 года для бизнесменов обязательным условием участия является членство ВФ Члены ВФ выплачивают ежегодные взносы, размеры взносов устанавливаются в переговорах с руководством ВФ, расходуемые на организацию мероприятий форума В рамках ВФ также проводятся региональные саммиты с участием представителей правительств и деловых кругов региона, а также их торговых и финансовых партнеров из других регионов Национальные, страновые, встречи, двухдневные семинары и симпозиумы с участием представителей деловых кругов и членов правительства неофициальной встречи представителей правительств и ведущих компаний, представляющих отдельные отрасли промышленности, промышленные саммиты. У форума сложилась достаточно сложная организационная и управленческая структура. Совет попечителей выступает в качестве хранителя миссии и ценностей форума. Его состав делится поровну между представителями деловых кругов и лидерами международных организаций и гражданского общества. Возглавляет Совет попечителей Клауса Жваб. Правление под председательством президента форума Берги Бренди выполняет функции исполнительного органа Всемирного экономического форума, обеспечивает выполнение мероприятий форума и выступает в качестве его представителя для сторонних организаций. Правление несет коллективную исполнительную ответственность за форум и подотчетно попечительскому совету. Оперативное руководство осуществляет исполнительный комитет, в который входят представители более 60 стран. В структуре ВЭФ действуют три центра – глобальный, региональный и отраслевой повесток дня. В структуре ВЭФ функционируют также такие сообщества, как пионеры технологии, гражданское общество, фонд Шваба для социального предпринимательства, группа молодых лидеров, молодые ученые, культурные лидеры и ДР. Ежегодно ВЭФ публикуют доклады и рейтинги, в частности, глобальная конкурентноспособность, глобальное гендерное неравенство, региональные риски для ведения бизнеса, региональные риски для ведения бизнеса и ДР. Советская делегация впервые приняла участие в форуме в 1987 году. Россия, как суверенное государство, участвует в довольских встречах с 1992 года. В 2018 году 48-й Всемирный экономический форум прошел в Довосе с 23 по 26 января. Главным лозунгом ВЭФ стало создание совместного будущего в раздробленном мире. В работе форума приняли участие 70 глав государств и правительств. Официальную российскую делегацию в 2018 году возглавлял заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович. В 2019 году Всемирный экономический форум в Довосе пройдет 22-25 января. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников.